Добрый вечер, в эфире Город Лайв. Мы продолжаем. В нашей студии появились сегодняшние гости. Это Юлия Германович, ивент-менеджер благотворительного центра «Верю в чудо» и Алексей Быков, со-организатор благотворительного велозаезда «Делай на вело. Доброе дело». Вот такое длинное у вас название. Добрый вечер. Добрый вечер. Расскажите вообще, наверное, сначала, что за велозаезд предстоит, когда он будет и в чем идея вашего мероприятия. Мы приглашаем всех гостей, калининградцев, всех желающих поучаствовать в велотренировке. В этом году она называется именно так, так как все знают ситуацию с пандемией. Другого формата, к сожалению, в этом году быть не может. Это будет у нас велотренировка. Называется она «Делай на вело. Доброе дело». Однозначно, дело очень важное, так как мы организуем это мероприятие с целью сбора средств на благотворительность. Фонд «Верю в чудо» – это один из локомотивов нашей области, кто занимается благотворительностью. И данный велозаезд поможет саккумулировать деньги, которые пойдут на лагерь «Фруково». Расскажите про то, что вы принесли. Я так понимаю, что это для участников велотренировки. Что это такое? Показывайте, рассказывайте. Мы проводим велозаезд не первый год, это второе мероприятие. В том году был аналогичный велозаезд. Каждый участник получит благотворительную медаль, которую он сможет гордиться, что она у него есть. Это медаль именная. И целый год до следующего велозаезда человек может показывать, рассказывать, что он принял участие в действительно очень важном деле, в таком как благотворительность. Медаль интересная, она с янтарем. Ну вот. Еще интересно узнать, будет ли в этом году какой-то розыгрыш для участников, потому что мы знаем, что периодически это бывает, помимо награды, помимо участия в благотворительной тренировке, что могут еще получить участники, которые примут, в общем-то, непосредственно участие в вашем мероприятии? В этом году снова мы разыграем велосипед. Каждый участник при регистрации регистрируется на сайте велодобро.ру. У вас очень жарко здесь. У нас, да. Но вообще, на самом деле, на улице жарко, поэтому... Каждый участник регистрируется на сайте велодобро.ру. Он вносит свои персональные данные. После этого он приходит в магазин «Чемпион», получает эту медаль. После этого, уже непосредственно во время мероприятия, мы устраиваем розыгрыш, и человек получит велосипед. Он в этот же день узнает, что он получил велосипед? Значит, розыгрыш у нас проходит в конце велозаезда. Да, в этот день человек получит велосипед. Давайте тогда еще раз напомним. Я правильно понимаю, что регистрация открыта? Да, с сегодняшнего дня она запущена. Отлично. То есть, вот мы как вас отлично прям позвали в гости. С сегодняшнего дня все пеленинградцы могут заходить на сайт. Еще раз давайте его назовем. Сайт называется «Велодобро.ру». На этом сайте есть форма для заполнения участникам, благотворителям. Там ничего сложного, все очень грамотно расписано. Необходимо внести свои данные. После этого прийти в магазин «Чемпион» и получить вот такую медаль. Такая же история, как была в том году. И с ней он приходит уже на стадион «Калининград». Это новая арена, шикарная арена. Большое спасибо Министерству спорта и всем сотрудникам Министерства спорта. И Мусевич, и Шумилин. Очень большую оказывают нам помощь. Ищенко Анатолия Сергеевна, и Скачков Евгений Борисович. Всем большое спасибо, потому что там целая команда организует этот велозаезд. Последний вопрос интересует многих наших телезрителей. Будет ли возможность, как в том году, не доезжать до финиша? Или все-таки всем придется... Ну, я понимаю, что это тренировка, но все равно какой-то же конечный результат. Есть у этого? В этом году мы заложники эпидемиологической ситуации. И, значит, заезд будет таким образом построен. Каждая медалька имеет свой номер. Мы по 30 человек будем запускать на стадион Калининград, на эту огромную арену. Вот есть возможность покататься по верхнему стилобату. Это очень такая крутая история. И по желанию, не обязательно до конца, в общем, не ограничено. По силам, правильно? И человек может вообще не приходить на две дела заезд, сделать взнос. Это очень милосердное такое действие, которое мы рекомендуем сделать, потому что она отвечает за многие вещи. Когда человек занимается благотворительностью, у него открывается все самое доброе и хорошее. Плюс он показывает пример своим детям. Ну, это очень важно, заниматься благотворительностью. Давайте мы напомним, вот Юлий дадим слово, как организатору, а то Алексей взял все до себя. Юлия, расскажите еще раз нашим телезрителям, в какой день, куда приходить, какой это промежуток времени. Ну, и можете, конечно, напомнить, где можно информацию получить. 23 августа стадион Калининград. По предварительной регистрации в назначенное время каждый участник приходит. Помимо того, что уже рассказал Алексей, мы готовим другие сюрпризы на стадионе. У нас выступит группа. Мы анонсируем, во сколько конкретно это будет. А мы не анонсируем пока, какая группа? Ну, мы готовы, в принципе. Давайте мы тогда скажем. Да, это наши любимые night call. Они не оставили нас и в этот трудный период, и вновь с нами. Поэтому в дополнение к тому, что можно будет здорово кататься на велосипеде, также можно будет и послушать музыку. Это приятный бонус. В общем, начало мероприятия у нас в 15.00 и до момента, пока все не покатаются. Ну, предварительно это будет в 17.00. Отлично. Так что всех 23 августа мы призываем вместе с нашими тоже друзьями, фондом «Верив чудо» поучаствовать в вашей благотворительной велотренировке. Хочу правильно просто ее назвать. Получить за это медаль и, в общем-то, даже побороться за велосипед. Но и самое главное – помочь фонду, потому что все деньги, которые, в общем-то, будут заработаны, они отправятся, я так правильно понимаю, в лагерь «Фрупола». Да, да. Все деньги в нашем педагогичном педагоге. Будем надеяться, что получится в этом году организовать, и уже эту осень мы увидим наших деток в городе. Спасибо вам большое за это доброе дело, которое вы делаете. 23 августа всех приглашаем. Ну, а пока посмотрим, какие новости в этот понедельник произошли в Калининграде. Россия разрешила иностранцам безвизовый.